МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гульнара Хасаншина, Гульнара Римовна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, очень интересно, с начала этого года в Самарской области проводится эксперимент для самозанятых по оплате налогов. В чем он заключается? Что это за новшество такое? Ну, этот налоговый, назовем его так, что это специальный налоговый режим. Был создан специально для физических лиц, создан, разработан для тех, кто не имеет наемных работников и обеспечивает работу себя сам. Ну, так, ну, их еще в простонародье называют самозанятыми, да. Те люди, которые получают профессиональный доход от своей деятельности, обеспечивают себя работой сами, да. Те, которые реализуют произведенную ими же какую-либо продукцию, товары, либо оказывают работы, оказывают услуги или выполняют работу. Да, перечень таких услуг очень большой. Сегодня на дому истригут, и пекут, и учат детей, и так далее. Да, да. И всем им можно воспользоваться вот таким налоговым режимом. А в чем его преимущество? Почему люди, которые никогда не платили за свои услуги, должны вдруг, не должны, а вот должны быть расположены? Да, они могут перейти на этот режим добровольно. В принципе, любое лицо, которое у нас занимается предпринимательской деятельностью, оно должно быть зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя. Да, это тогда он будет осуществлять деятельность в рамках своего закона. Или, допустим, если учитель оказывает, учитель параллельно еще занимается репетиторскими услугами, да, после работы, если бы он это осуществлял бы на регулярной основе, то он должен зарегистрироваться как ИП. Даже если он это делает время от времени, то из полученных доходов он должен был уплачивать налог по ставке 13%. И при этом еще предоставлять налоговую декларацию налогового органа по итогам года. Вот для того, чтобы упростить процедуру и регистрации, и уплату налога, для этого был создан именно этот такой специальный налоговый режим с более простыми условиями для его применения, для того, чтобы физическое лицо могло безболезненно, легально работать, развивать свой бизнес в дальнейшем. Да. Есть такая категория людей, которые получают доход, сдавая в аренду свое жилье. Они относятся к самозанятому или нет? Да, и эта категория людей тоже относится к самозанятым, и они также могут применять этот налоговый режим. Если раньше они по этим доходам получали, уплачивали налог по ставке 13%, то при применении этого специального налогового режима они будут уплачивать налог либо по 4%, если они сдают с физическим лицем, либо по 6% с юридическим. Ну здесь вот явно преимущество. Да, 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 ставка намного ниже, прямо в разы. Есть ли контроль за такими людьми? То есть вот если он сдавал квартиру, он даже не афишировал эту свою деятельность никак, не оформлял ИП, как-то это контролируется? Ну при сдаче жилья в аренду в принципе ИП оформлять не надо. Ну в том случае, если это жилое помещение. НПД, кстати, у нас только по жилым помещениям можно применять. Если физическое лицо будет сдавать коммерческую недвижимость, то есть нежилые, то НППД, НПД, этот вид дохода не попадает. Ну в принципе, как такового контроля мы, конечно, не осуществляли, чтобы сказать, что вот. Но всегда, в общем-то, учитывая, что это физическое лицо должно было уплачивать 13%, какой-то контроль со стороны налоговых органов за этими физическими лицами у нас проводился. Сказать, что на регулярной основе нет, но в принципе, ведь в любом случае тот гражданин, который снимает жилье в любой момент, если ему вдруг не понравятся какие-то условия проживания, может обратиться в том числе и в налоговый орган, сказать, вот. Вот он нелегально осуществляет свой бизнес, не уплачивает с этого налога, и примите к нему меры. В таких случаях, конечно, налоговый орган должен реагировать. Мы реагируем на эти случаи. Да, и при оказании услуг тоже важна вот эта деталь, что если претензия появится какая-то, если это все будет оформлено, то легче доказать, что вот тебе оказали услугу самозанятой. Да, да, потому что физическое лицо... Получается, что у него нет никаких подтверждений, что его плохо постригли, он ничего не может с этим сделать. А тут, получается, самозанятый он, в принципе, фактически в легальном поле. То есть государство ему позволяет без регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя, то есть без несения каких-то дополнительных расходов, быть в легальном поле, быть самозанятым и осуществлять предпринимательскую деятельность. А как, из чего состоит эта процедура, как зарегистрироваться, как стать вот этим самозанятым? Процедура регистрации, вот в отличие от других режимов налогообложения, которые у нас есть, процедура регистрации очень простая. Говорю не голословно, потому что сама тоже зарегистрирована в качестве самозанятого, несмотря на то, что я государственный служащий, да, и вроде как не имею права вести предпринимательскую деятельность, это абсолютно так. Но от сдачи имущества в аренду, жилого имущества, государственные служащие тоже имеют право применять НПД, да. Поэтому я тоже зарегистрирую. Процедура простая, занимает ровно три минуты. На мобильный телефон скачали мобильное приложение, отсканировали свой паспорт там же в мобильном приложении, сфотографировались туда же на телефон. Две минуты, и через две минуты приходит сообщение, поздравляем, вы зарегистрированы в качестве платежника НПД. Вот если провести аналогию, тот, кто оформляет ИП, он должен снять, если деятельность своя заканчивает, снять себя с регистрации. Здесь нужно как-то снимать, следить за тем. Или если ты прекращаешь там печь пирожки, допустим? Что, да. Нужно снивать себя с учетом или нет? Процедура снятия с учета самозанятого, она настолько же проста, как и... Нужно это делать. Вот обязательно тоже нет. Опять-таки, вы, может, сегодня печете пирожки, завтра нет, а через полгода, может быть, опять у вас будет заказ, и вы опять будете печь пирожки. Потому что налог не будет исчисляться с того времени, когда вы не получаете доход. То есть он исчисляется только тогда, когда вы получили доход, сами забили это в приложении, что вы получили доход. Зафиксировали. Зафиксировали, да. Эта информация уходит в налог в орган, и с этого исчисляется налог. Если вы в какой-то период времени не работаете, но при этом находитесь в статусе самозанятого, то, в принципе, налог уплачиваться не должен и не будет. Сфера, которая сегодня очень популярна, это ведение своего бизнеса, ну, получение дохода из деятельности в интернете. То есть какие-то там блоки, много подписчиков, идет какой-то доход, и тот не понимает, что ты самозанятый или кто, и нужно тебе где-то регистрироваться. Ну, если вы с помощью интернета оказываете, допустим, какие-то дистанционные услуги, да, обучаете население, ну, допустим, там, макрамое, да, 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 да. Если вы получаете любой доход, психолог, оказание консультационных каких-то услуг, юридических, либо там, вот, на самом деле, психологических, могут быть бухгалтерские какие-то услуги, то, да, вы являетесь самозанятым, да, потому что, опять-таки, получаете доход на регулярной основе от своей деятельности, от оказания в данном случае услуг, и можете зарегистрироваться в качестве самозанятого. Причем при оказании услуг дистанционно самозанятый сам может выбрать территорию региона, на который, получается, он должен уплачивать НПД. Либо по месту своего нахождения, либо по месту нахождения его заказчика. Понятно. А есть ли какие-то ограничения для применения вот этого налога на профессиональный доход или нет? Нет, ограничения, конечно, есть, потому что этот режим был создан для так называемого микробизнеса, скажем так, вот для очень-очень небольшого вот микробизнеса, поэтому ограничения, в первую очередь, установлены по сумме годового дохода. Сумма годового дохода при применении НПД не должна превышать 2,4 миллиона в год. Это первое. Во-вторых, значит, физическое лицо не должно быть, не должно иметь никаких наемных работников. То есть он, в принципе, должен работать сам. Один в сам. Да, да, да. И, в-третьих, вот основное тоже, наверное, ограничение, этот режим не может применяться в том случае, если физическое лицо занимается перепродажей товаров. То есть купил, продал. Для перепродажи этот режим не подходит. Если он что-то купил, из этого изготовил свое, да, и продает, это можно. А вот чисто перепродажа товара под НПД не попадает. То есть это такой доход, который не подходит под спецрежим. А кроме вот этого еще есть какие-то доходы, которые не попадают под вот этот режим? Ну, да, конечно. Под НПД еще не попадают доходы, которые получены от трудовой деятельности. То есть если вы где-то у кого-то работаете, и параллельно можете быть НПД, да, ну, допустим, вы работаете где-то на производстве, и дома печете торты, скажем так, то от тортов у вас будет доход НПД, а тот доход, который вы получаете на производстве, он будет облагаться НДФЛ, ну, у налогового агента, то есть у организации. Потом также не попадает под НПД, если вы, оказывается, являетесь нотариусом или адвокатом. Это тоже те доходы от продажи недвижимости, транспортных средств, паев, ценных бумаг, уступка права требований. То есть такие специфические виды доходов, они тоже под НПД не попадают. Как-то отчитываться должен самозанятый, если вот он зарегистрировался, перед налоговым что-то или нет? В этом все удобство и состоит, что никаких деклараций, поэтому спецрежиму не представляете. Самое основное – это в мобильном приложении в момент получения этого дохода, причем неважно, какой он вам получен, безналичным путем или наличным путем, нужно забить сумму полученного вами дохода. Все. Остальное за вас все сделает это мобильное приложение. То есть рассчитает налог в определенный срок по окончании месяца, напомнит вам о том, что нужно уплатить налог, и не позднее 25-го числа следующего месяца вы должны его уплатить. Никаких деклараций не представляется. А какие гарантии того, что не придут с проверкой, что не повысится через год ставка вот этого налога с 4-6 до 12, или еще до чего-то? Что может так успокоить, чтобы спокойно подрабатывать и быть в легальном поле? Законодательно в рамках этого эксперимента установлено, что в течение 10 лет ставки налога меняться не могут. То есть 10 лет спокойно можно? Да, 10 лет это спокойно можно зарегистрироваться. Опять-таки, в настоящее время наложен мораторий на любые виды проверок, на любые виды опросов, допросов тех лиц, которые зарегистрированы в качестве самозанятых. То есть пока никакого внимания со стороны налоговых органов они почувствовать самозанятые не должны. Все рассчитано на добросовестность самого самозанятого. О том, что ему в тени работать неудобно. Ну, может, неудобно, невыгодно, боится он там чего-то, а зарегистрировавшись в качестве самозанятого, он может спокойно работать и никаких претензий со стороны. Да, и еще есть плюсы, что можно взять, допустим, кредит, да, и вот с этим, или вот что еще? Да, вот этот статус самозанятого позволяет подтвердить свой доход. То есть, если он может подтвердить свой доход, то это открывается доступ к кредитным ресурсам. И, собственно говоря, ситуации могут быть разные, а вдруг... Да, ситуации могут быть разные, особенно учитывая, что этот режим у нас в основном рассчитан на молодежь. Поэтому он и реализован вот именно в таком удобном для них формате, через гаджет современный, с которым они практически не расстаются с этими гаджетами. Да, быстро зарегистрировался. Да, но все время под рукой. Продал торт, раз нажал на кнопочку, доход там отразился твой, там 200 рублей. Да, да, через месяц пришло напоминание, также через мобильное приложение нажал кнопочку, привязал свою банковскую карточку, нажал кнопочку, уплатил и забыл о том, что какой-то кусочек своего дохода ты отдал государству. Да, мы выяснили выгоду для самозанятых, и для молодых людей в частности, а для государства, для бюджетов. Вот есть какая-то выгода? Почему государство идет вот таким путем налоговая служба? Ну, почему идет? Ну, конечно, это все было сделано потому, что, исходя из аналитики, которую периодически у нас статистические службы проводят, получается, что около трети трудоспособного населения у нас нигде нетрудоустроено. Ну, соответственно, от того, что нетрудоустроено, им же надо на что-то жить. И государство, конечно, предполагает, что они получают доходы, пользуются всей инфраструктурой, которая для этого построена, да, и в то же время какой-то налог никакой не платят. И поэтому именно для того, что, конечно, сказать, что на первоначальном этапе это будет каким-то большим источником пополнения регионального бюджета, налог зачисляется в региональный бюджет, говорить об этом не стоит. Это только при массовом. Да, 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 это при массовом, когда это все уже устоит, все к этому, когда привыкнут, тогда, может быть, это регулярно и поступления будут идти. Сегодня очень популярная услуга населению – это такси. Ну, просто буквально очень много такси. Для этой категории что можно сказать? Им выгодно регистрироваться или они в какой-то определенной категории? Нет, таксисты – это как раз одна из тех категорий, для которых этот режим был разработан. Это одна из этих категорий – это вот таксисты, и вторая – это вот физические лица, сдающие в аренду свои нежилые, ой, жилые, точнее, помещения. И вот если смотреть статистику по тем регионам, которые уже год были в эксперименте, получается, около 20% из числа всех самозанятых, зарегистрированных – это как раз таки таксисты. И около 10% – это вот задающие в аренду свое жилье. Таксисты, да, они должны быть зарегистрированы. Более того, разрабатываются, конечно, и со стороны государства такие меры для того, чтобы… Они же все работают через электронные площадки, то есть через агрегаторов. В принципе, агрегаторы тоже в этом заинтересованы, опять-таки, потому что тут еще на кону стоит жизнь человеческая. Если услугу оказывает физическое лицо, оно совершенно ни за что не отвечает. А когда услугу оказывает уже официально зарегистрированное лицо, которое имеет право заниматься предпринимательской деятельностью, то нам с вами будет проще сесть в такси и доехать до места назначения. Мы будем более защищены. Опять-таки, одно из преимуществ, о котором я забыла сказать, это возможность учитывания вот тех… Возможность, скажем так, работы самозанятому с юридическими лицами. Потому что если раньше самозанятый оказывал услугу юридическому лицу, то же самое работник, допустим, поехал в командировку и там воспользовался такси. Такое же вот может быть, да? Да, конечно. И работник не мог предоставить организации, подтверждающие документы о том, чтобы можно было это учесть в расходах у юридического лица. Так вот, вот этот чек самозанятого, который он выдает любым удобным способом, либо на бумажном носителе, либо в электронном виде, он является основанием для того, чтобы юридическое лицо могло учесть эти расходы у себя в расходах, учитываемых для своих целей налогообложений. Да, и преимущество, что не нужно никакую там контрольно-кассовую технику. Да, совершенно верно. И вот это вот никто не требует ничего. Потому что это тоже определенные виды затрат, да? А функцию... Конечно, чек выбивается, но функцию мобильного приложения, ой, функцию кассы в этом случае как раз-таки выполняет это мобильное приложение. Десять в одном, назовем его так. Да. Еще одна важная тема – это медицинское страхование, которое мы всем платим, и пенсионное, да? Когда ты регистрируешься как самозанятый, ты начинаешь его платить? Или нет, или что? Вот, обязательных страховых взносов у тех, кто зарегистрирован в качестве самозанятого, нет. В принципе, вот, не помню, сказал я об этом или нет, даже индивидуальный предприниматель, не снимая с себя статус ИП, он тоже может стать самозанятым. И у индивидуального предпринимателя, если он перейдет на этот режим, обязанности уплачивать страховые взносы, как у него сейчас есть, тоже не будет. Но учитывая то, что страховые взносы не платятся, соответственно, конечно, пенсионный стаж идти не будет. И, соответственно, да. Да, вот на это не нужно рассчитывать, потому что кажется, что официально это зарегистрировалось государственное. Но государство тоже представляет такую возможность вступить в правоотношения с пенсионным фондом добровольно. То есть, если вы добровольно вступите, будете уплачивать обязательно пенсионные взносы, то, соответственно, и пенсию у вас. То же самое с медициной. Вот с медициной по-другому, да. Да, с медициной по-другому, потому что отчисления фонд медицинского страхования уже включены в ставку налога. И оно будет распределяться уже там на уровне бюджетов самостоятельно. Еще хотелось еще раз обратить внимание на то, что если ты работаешь официально и подрабатываешь, тут вот что? Если работаете официально и при этом... Не только самозанятые, а вот есть официальные. Ну, и самое главное, что, ну, как вам сказать, виды деятельности, в принципе, не совпадают. Это не значит, что вы будете подменять трудовые свои отношения работой с самозанятостью. Вот это вот делать не надо. Ну, наверное, нет смысла регистрироваться как самозанятый, потому что все льготы есть, возможность брать кредиты есть. В общем-то, да, да, да. Единственное, это может быть несколько выгодно юридическим лицам. И они могут, ну, сказать, некоторым родом понуждать своих работников увольняться и регистрироваться в качестве самозанятого. Потому что у юридических лиц тоже есть определенные преимущества. Он не будет уплачивать страховые взносы, там, ставка меньше. Но для того, чтобы этого избежать, конечно, как раз в законе заложена норма, что в течение двух лет даже от бывшего работодателя самозанятый не может получать доход для того, чтобы избежать вот этих случаев понуждения, вывода своих работников, которые трудовые функции выполняют, в пределы самозанятости. И ФНС России совместно с Рострудом, конечно, на это внимание будет обращать внимание, потому что если это отношения трудовые, признаков их очень много, и они, в принципе, заметны. То сразу можно определить трудовые это отношения, либо это отношения завуалированные под самозанятых, а на самом деле трудовые. Но в то же время, да, если вы где-то заняты, еще раз говорю, на производстве, а параллельно, ну, тот же самый учитель, да, даже ведь деятельность у него один. Он учитель, и в то же время своими знаниями делится со своими учениками в качестве репетитора. В данном случае, да, вы можете спокойно зарегистрироваться в качестве самозанятого и с этих доходов получать, уплачивать налог по пониженной ставке. У нас есть ролик от налоговой службы, как раз касается этой темы. Давайте его посмотрим и продолжим разговор. Вдите в приложение и нажмите кнопку «Новая продажа». Укажите, какую услугу вы оказали или что продали и сколько получили денег. Приложение сформирует чек. Передайте его клиенту. Можете распечатать, отправить на мобильный телефон, на электронной почте или предоставить QR-код для считывания через телефон. Если вы ошиблись или решили вернуть деньги клиенту, отмените операцию через приложение. Считать налог вам не придется. Он определяется автоматически. При этом будут учитываться только те суммы, которые вы указали в чеках. В следующем месяце, до 12 числа, вы получите уведомление с суммой налога, который начислен за текущий месяц. Если продаж не было, то и налога не будет. Вы просто ничего не заплатите. Если налог начислен, его нужно заплатить не позднее 25 числа. Например, сумму налога за январь вам рассчитывают до 12 февраля, а заплатить ее вы должны не позднее 25 февраля. А платить налог можно тут же в мобильном приложении или в банке по платежной квитанции с QR-кодом. В приложении вы можете следить за своими доходами, найти любой чек и проверять начисленные налоги. Эту информацию вы также сможете найти и в вашем личном кабинете самозанятого на сайте налог.ру. Зарегистрировать свою деятельность и платить налоги стало очень просто. Пользуйтесь приложением «Мой налог». Он заменит вам кассу, бухгалтера и все отчеты. А расходы при применении вот этого спецрежима учитываются или нет? Расходы. Я поняла, да. Конечно, у любого самозанятого, если он получает доход для того, чтобы приобрести то, из чего он потом получит доход, может быть, расходы. Учитывая, что такая минимальная ставка налога тут установлена, и для того, чтобы опять-таки избавить от лишнего ведения учета этих расходов, расходы не учитываются. Но есть так называемый налоговый бонус, налоговый вычет, либо там еще его называют налоговый капитал на развитие в размере 10 тысяч рублей, который как бы предоставляется и постепенно будет уменьшать сумму исчисленного вашего налога до полного его использования. То есть вот эти 10 тысяч рублей, они даются на весь период применения НПД, но постепенно в размере одного или двух процентов от полученного вашего дохода будут исчислять сумму исчисленного вами налога до полного его использования. Вот после уже того, как полностью этот бонус израсходуется в размере 10 тысяч рублей, налог будет уплачиваться в полном размере. То есть, чтобы применять его НПД, как вы говорите, физическому лицу, не нужно быть индивидуальным предпринимателем. Это не нужно. Нет, это как раз таки не нужно. И более того, как я уже сказала, индивидуальный предприниматель тоже при соблюдении всех условий может перейти на применение этого специального налогового режима. При этом сниматься в качестве ИП ему не нужно. Но единственное, что он этот режим не может совмещать с другими режимами налогообложения. То есть, если он при этом до этого был ИП и применял, допустим, упрощенную систему налогообложения, то при соответствии всем условиям для применения НПД он может зарегистрироваться в качестве плательщика НПД и в течение месяца сняться с учета как плательщика УСН. И спокойно потом работать в качестве, скажем так, самозанятого. Уже сколько по времени действует вот этот спецрежим в Самарской области? Может какие-то первые итоги подвести? Да, у нас сегодня какое-то число... Ну, если рассчитывать с января, с 1 января этого года. Или с 19-го, вот я запуталась. Нет, в 19-м году, конечно, у нас были самозанятые, которые у нас были зарегистрированы на территории Самарской области, а осуществляли деятельность, допустим, в Татарстане. В том регионе, который к тому времени уже попал в эксперимент. Но, с другой стороны, мы пока таких не учитываем. Их учел у себя Татарстан в качестве, скажем так, статистики. Но если посмотреть уже с 1 января 2020 года, сегодня буквально провели мониторинг, получается, что по состоянию на сегодняшнее число у нас зарегистрировано более 2000 самозанятых. Причем основная масса зарегистрированных пришлась на именно новогодние каникулы. То есть с 1 по 8 число практически вот мы вышли первый день на работу и для себя с удивлением установили, что 1300 физических лет уже в качестве... Да, было время уже подумать и принять решение. Я думаю, именно те, которые давно этого ждали. Потому что тогда, когда еще Самарская область даже у нас не была включена в эксперимент, к нам, как в налоговый орган, многие обращались, звонили, писали, спрашивали, а можем ли мы уже сейчас. Мы хотим, мы репетиторы, мы таксисты, мы хотим быть легальны, дайте нам возможность. Я думаю, поэтому и территория эксперимента была расширена. Она расширена, начиная вот с 1 января на 19 регионов, в том числе на Самарскую область, а с 1 июля 2020 года, скорее всего, и на всю страну тоже распространится. Ну, информационная кампания, наверное, будет продолжаться, чтобы информироваться людей, что они могут стать самозанятыми. А какой бы слоган вы дали вот этой кампании? Вот такой вот... Какой-то емкой. Да, ну вот слоган, который... Под эгидой которого, наверное, он и разрабатывался, это просто выгодно-удобно. Это вот так вот. Следующий вопрос, наверное, будет, да, почему это просто выгодно-удобно? Ну, просто мы уже разобрались. Да, да, да. Очень просто зарегистрироваться. Да, да, совершенно верно. Выгодно. Выгодно, опять-таки, пониженные ставки, да, возможность получения кредита. Возможность официально подтвердить свой доход, возможно, даже и для цели выезда за границу. Вот, кстати, мы об этом не говорили. Некоторые страны же у нас тоже нужны. А, да. Справка о полученных доходах. В принципе, я думаю, эта справка тоже там будет рассматриваться. Тем более она формируется тоже очень легко. Также путем нажатия кнопки на том же мобильном приложении. Да, вот еще о чем не сказала, что, возможно, будет для тех лиц, которые уже... Я сказала, да, что этот спецрежим применяется, разработан для молодежи, но в то же время, если лица другого возраста тоже захотят, они могут сказать, у меня нет мобильного телефона, который подключен к интернету, и я не могу зарегистрироваться. Это не так. Не проблема? Не проблема, потому что можно зарегистрироваться на сайте ФНС России. Также там будет личный кабинет налогоплательщика, МПД. Либо обратиться в любую кредитную... Не в любую, правда, в кредитную организацию, с которой заключен информационный обмен, и через нее также работать. Да, важные, очень интересные подробности вы сегодня рассказали. Думаю, что увеличится в очередной раз число желающих стать самозанятыми. Спасибо за информацию, спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»